Мисс Кейти и Мистер Макс, канал Максима и Кати, детей из Одессы, развивал их отец. Семья стала самыми популярными русскоязычными блогерами, ютубе. Сюжетами для видео становились обычные детские будни, развлечения, распаковка подарков и обзоры на новые игрушки. В конце концов они начали получать в месяц более 500 тысяч долларов и позволили себе переехать в личный трехэтажный особняк в Лондоне. Дмитрий Масленников. Дмитрий Масленников был блогером-универсалом. Он проверял лайфхаки, охотился за привидениями, участвовал в испытаниях. Однако в последние пару лет видео на его канале стали выходить реже. Основная причина – слабое сердечное здоровье. На фоне проблем с алкоголем ютуберу пришлось пройти курс восстановления. Сергей Дружко. Массам Сергей Дружко известен как ведущий передачи «Необъяснимо, но факт на ТНТ». Также у него было собственное «Дружка-шоу» на ютубе. Фразы блогера разбирали на цитаты. Однако расцвет был недолгим. В 2017 году вышел последний ролик на канале, а сам Дружко стал вести новую сеть – ТикТок. Дженна Марблс. На американского блогера Дженну Марблс было подписано 20 миллионов человек. Девушка снимала ролики на разные темы, в основном юмористические. Девушка могла бы и дальше развиваться на платформе. Но в 2020 году публика припомнила ей парочку нетолерантных видео. Дженну осудили за использование «Блэкфиз» – обидные аллюзии на темнокожих людей. С тех пор она так и не вернулась к блогингу. Сэм Никель. Артур Гальченко, более известный под псевдонимом Сэм Никель, начинал в ютуба. Он стал создателем проекта «Спасибо, Ева», в который входили и другие известные блогеры. Никель создавал вирусные ролики, короткометражки и писал музыку. В конце концов судьба завела его в кино. Артур начал сниматься в сериалах «Самый известный Чоп» продолжил музыкальную карьеру и построил семью. Илья Мэдисон. Илья Мэдисон был, по мнению многих, первопроходцем в мире русского видеоблогинга. За это он и заслужил прозвище «Король Рунета». Парень прославился не только как летсплеер. Его неоднократно ловили на неоднозначных высказываниях и провокациях. Со временем популярность Мэдисона начала неуклонно падать. Сейчас многие бывшие поклонники ютубера даже не знают, что с ним и как. На удивление, он все еще мелькает в медиаполе. Саша Спилберг. Основное достижение Саши Спилберг – один миллиард просмотров на ютубе. Девушка была кумиром подростка в 2010-х годах. С помощью отца-продюсера сняла несколько полнометражных фильмов и записала пару треков. Несмотря на то, что Саша до сих пор делится с поклонниками влогами, ее основная сфера интересов – мода, музыка и диджеинг. Удипи. С 2013 по 15 апреля год Удипи, швед Феликс Арвид Ульфчельберг, был первым в списке самых популярных блогеров. На его канале до сих пор более 110 миллионов подписчиков. Феликс прославился как летсплеер. Он проходил игры и делился своим опытом с публикой. Постепенно данный формат ему наскучил, а на первое место в его жизни вышла семья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова